Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам покажу, как связать лицевые и изнаночные петли, и вместе с ними я вам также покажу, как провязать лицевую или изнаночную гладь. На две спицы набираем любое количество петелек. Для образца я набрала 20 петелек на две спицы, из них будут две кромочные. Одну спицу вытаскиваем и начнем мы провязывать с первого ряда изнаночными петлями. Ниточку ложим рабочую на указательный пальчик, немножечко принатяните ее, и правой спицей вводим вот так вот под петельку, первую петельку снимаем, не провязываем. Теперь мы с вами начинаем вязать изнаночные петельки. Вводим правую спицу под ниточку рабочую и в первую петельку. Вот так вот захватываете ниточку и снимаете с левой на правую спицу. Снова ниточка перед работой, спицу вводите в петельку, захватываете рабочую ниточку, как бы делаете петелечку, и снимаете со спицы. Снова ниточка перед работой, вводите спицу и захватываете рабочую ниточку, делая петелечку. Снова ниточка перед работой, захватываете рабочую ниточку, делаете петельку. Так вяжем до конца ряда. Ниточка перед работой, захватываете петельку. Все время будет у вас изнаночные петельки. Почему я советую начинать именно с изнаночной? Для того, чтобы у вас была такая более красивая и, так сказать, более правильная гладь. Так как при наборе петелек у нас здесь петельки изнаночные. И продолжаем до конца ряда. В конце ряда кромочная, последняя, изнаночная. Точно так же ниточка перед работой. И захватываем вот так вот петельку, делаем. Довязали до конца ряда, разворачиваем на лицевой ряд. Как вы видите, при наборе петелек у нас с лицевой стороны очень красивая ровная косичка. То есть лицевые петельки. Снова кромочную первую снимаем на правую спицу непровязанной. И теперь провязываем лицевые петельки, захватывая за заднюю стеночку. Ниточка рабочая у нас на указательном пальчике, но за работой. То есть мы вот так вот вводим спицу в петельку, захватываем рабочую ниточку. И у нас, как вы видите, из петли получается петля. Снимаем на правую спицу. Снова за заднюю стеночку вводим спицу, захватываем рабочую ниточку. И вот так вот из петельки делаем петельку. Снова за заднюю стеночку из петельки вывязываем рабочей ниточкой петельку. Из петельки вывязываем петельку. Из петельки вывязываем петельку. Обязательно правой ручкой поддерживайте вот эти вот петельки уже набранные, чтобы они не соскакивали. А левой ручкой максимально ближе держите до, так сказать, первой петельки, которую будете провязывать. Это для того, чтобы у вас, так сказать, получалась ровная и красивая гладь. То есть у вас таким образом, если вы будете провязывать, будут петельки одинаковой, так сказать, величины. То есть будет равномерная гладь. Таким образом за заднюю стеночку провязываете до конца ряда. Захватываете ниточку и вытаскиваете ее. Вот так вот. Благодаря тому, что мы захватываем рабочую ниточку и оставляем на спице, у нас получаются петельки. Вот так вот довязываем до конца ряда. Последняя петелька мы провяжем ее изнаночной. Это у нас кромочная. Из-за того, что мы первую снимаем не провязанной, а последнюю провязываем изнаночной, у нас получается красивая и ровная края. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону и повторяем с первого ряда. Кромочную снимаем, затем ниточку перед работой и провязываем за переднюю стеночку. Вот так вот. Наоборот как бы. То есть там мы вязали лицевую за заднюю стеночку, захватывали ниточку. А теперь у нас ниточка перед работой и мы провязываем за переднюю стеночку. Как вы видите, у нас получаются красивые, ровные изнаночные петельки с изнаночной стороны. А спереди у нас получатся красивые, ровные лицевые петельки. И так мы чередуем с изнаночной стороны изнаночными петельками, с лицевой стороны лицевыми петельками. Эти два ряда повторяются от начала вязания до конца. Кромочную и с лицевой, и с изнаночной стороны последнюю мы провязываем изнаночной петелькой. Теперь разворачиваем на лицевую сторону. Первую кромочную мы снимаем непровязанной. Затем за заднюю стенку продолжаем вязать лицевые петельки. Как и во втором ряду. То есть мы получается с вами нечетные провязываем изнаночной петелькой, а четные провязываем лицевой петелькой. И так от начала до конца ряда. Лицевые мы провязываем за заднюю стеночку, для того, чтобы они у нас были красивые и ровненькие. А изнаночные мы провязываем за переднюю стеночку. То есть в любом случае мы провязываем за правую сторону. Кромочную провязываем изнаночную. И так провязывайте нужную длину для вашего образца. После того, как мы провязали высоту, я провязала 7 см для своего образца высоту, у нас получилась ярко выраженная, идеальная, я бы сказала, лицевая гладь с лицевой стороны и изнаночная гладь с изнаночной стороны. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Обязательно не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Ровных петелек вам. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok